МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из главных задач – сохранить экосистему Зайльцовского парка. Поэтому траншеи под прокладку коммуникаций копают вручную, чтобы сохранить корни деревьев. Открыть Зайльцовский парк для горожан могут уже этой осенью. Как преобразится одно из любимых мест отдыха жителей мегаполиса? По внешнему больше всего вопрос. У нас умеют хорошо строить строители, хорошо делать, выполнять качественно все. Но представить свое видение – это у нас слабая сторона. Металл вместо стекла и новый дизайн-проект интерьера. Как будет выглядеть станция спортивная после замечаний, внесенных по ходу строительства? Удалить опухоль и репродуктивные органы врачи решили лапароскопическим методом, то есть через проколы. Сделали всего 4 надреза, каждый в сантиметр длиной. Вероятность – один на миллион. Новосибирские хирурги спасли пациентку с редкой аномалией внутренних органов. Продолжается благоустройство одного из самых знаковых объектов для Новосибирска – Зайльцовского парка. Реконструкция идет в рамках партийного проекта «Городская среда». Ход работ сегодня оценили депутаты ЗАГС Собрания и наша съемочная группа. Зайльцовский парк стал самым крупным из 185 объектов, благоустройство которых ведется в этом году по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия». Одна из главных задач – сохранить экосистему Зайльцовского парка, поэтому траншеи под прокладку коммуникаций копают вручную, чтобы сохранить корни деревьев. На работу отводят три дня и после этого траншею закапывают. По планам, изменения не должны коснуться зеленой зоны Зайльцовского парка. Работы ведут под постоянным контролем областных и городских властей. Основное, конечно же, в этом проекте будет сделано. Это артерии этого парка, это дорожки, велодорожки, для пешеходной, для скандинавской ходьбы, для занятия физкультурой и спортом, игровые какие-то алименты. Поэтому каркас будет сделан. Дальше можно совершенствовать. Строители учитывают прошлогодний опыт реконструкции Затулинского дисперсного парка, который признан одним из лучших объектов по благоустройству в масштабах всей страны. Особое внимание уделяют системе водоотведения. Весной текущая вода выезжали, смотрели, как этот объект перезимовал. Все нюансы, которые за время зимнего периода вылезли, все эти нюансы, все эти недочеты, может, какие-то недоделки были подрядчикам устранены. Очень короткий срок. Поэтому у нас абсолютно четко уверены, что объект будет сдан с хорошим качеством и с очень значительным опережением графика. Цена контракта больше 170 миллионов рублей. Работы по реконструкции планировали вести почти два года. Но подрядчик уверен, сроки можно сократить почти в два раза без потери качества. Открыть парк могут уже этой осенью. Я под парк практически весь ногами прошел. Зимой проехал его на лыжах и на велосипеде. Здесь есть, где сделать точку притяжения именно спорта. Не спорта, а физкультуры, да. Вы видите, сколько людей сегодня ходят по городу Новосибирск. Утром пройдитесь, пожилые люди ходят даже без парка. А здесь уникальная возможность. И пройти, и отдохнуть после этого. В Новосибирской области партийный проект «Городская среда» работает уже четыре года. За это время благоустроили больше 850 объектов. В 2021-м на приведение в порядок придомовых территорий и общественных пространств потратят больше миллиарда рублей. Станислав Бринов, Александр Ведельников, Новости ОТС. Облик новой станции метро в Новосибирске решено изменить. Заказчик отказался от фасадов из стекла, а городначальник раскритиковал дизайн-проект внутренней отделки помещений. Вместе с тем на объекте полным ходом идут работы по монтажу дорогостоящих элементов инфраструктуры. Подробнее расскажет Дмитрий Белькевич. Объект, на котором мы сейчас находимся, постепенно начинает приобретать черты станции метро. К примеру, здесь уже установили несколько эскалаторов. Эти три секции родом из Швейцарии поставили сюда в мае. Аналогичные секции уже стоят в противоположном крыле. 1 июля, то бишь сегодня, привезут еще три секции из Швейцарии. Ну а оставшиеся эскалаторы, которые будут размещены в соседнем крыле, попадут сюда 1 августа. Главной отличительной особенностью этих эскалаторов является то, что они надежные, долговечные, быстро собираются и имеют сенсорное оборудование, которое позволяет начинать работу эскалатором тогда, когда к ним приближается человек. А вот так выглядят комплекты эскалаторов. Загружают их в здание станции метро сверху, затем собирают как конструктор. На каждый подъем потребуется около месяца работы. Всего эскалаторов будет 12 по 3 с каждой с четырех сторон. Их высота около 7 метров. Также вскоре начнут работы по установке перегородок, отделяющих платформы от путей. Раньше такого в Новосибирске не было. Это позволит сохранить комфортный микроклимат в помещениях и обеспечить безопасность пассажиров в пиковую нагрузку. В целом все работы идут по плану. Сомнений в том, что станцию сдадут вовремя? Нет. Немножко график мы подгоняем его. Понятно, что это достаточно напряженная работа, потому что сроки сегодня сжаты. По протоколу, который подписал в плане мероприятий, который утвержден сегодня губернатором Новосибирской области, обеспечить мы станцию метрополин должны не позднее сентября 2022 года. Сегодня, даже в нашем напряженном графике, мы видим, что мы с этими сроками сегодня справляемся. И строители уже готовы перейти к отделке фасада и внутренних помещений. Правда, внешний вид спортивный, хоть и будет коррелировать со строящейся рядом ледовой ареной, будет отличаться от первоначальных задумок. Пришлось отказаться от панорамного остекления. Это оказалось небезопасно. Поэтому снаружи станцию покроют металлом. Другим должен быть и внутренний вид станции. Сегодня мэр города раскритиковал работу дизайнеров. К проекту стоило подойти более творчески, считает городоначальник. Картинкам пока по внешнему виду больше всего вопросов. У нас умеют хорошо строить строители, хорошо делать, выполнять, качественно все. Но представить свое видение, это у нас слабая сторона. Тем не менее, есть что обсуждать. Есть определенные замечания по содержанию пано, как будет выглядеть пано. Но подразумевается, что на центральном входе станции над ним будет пано, посвященное именно спортивной хоккейной тематике. На переработку дизайн проектов дали две недели. При этом сейчас станция, общая сметная стоимость которой больше 2,5 миллиардов рублей, готова на 80%. Дмитрий Белькевич, Евгений Агеев, Новости ОТС. В течение пяти дней в Новосибирскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса. 25 тысяч доз преимущественно спутника ВИ. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Кроме того, в области развернули еще два ковидных госпиталя. Корпус городской больницы номер 25 и Абскую ЦРБ сегодняшнего дня вновь перепрофилировали. Это позволит разместить еще 350 заболевших, а всего в клиниках региона сейчас более 5000 коек для лечения больных ковидом. За последние сутки мы зарегистрировали 178 случаев коронавирусной инфекции. Также у нас работает 20 лабораторий. За все время наблюдения уже сделано 1 миллион 837 тысяч 763 исследования ПЦР на ковидную инфекцию. За последние сутки мы госпитализировали с подозрением на внебольничную пневмонию и ковидную инфекцию 298 человек. Коронавирус не должен повлиять на проведение форума Технопром в Новосибирске. Об этом заявила замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, сейчас власти региона рассматривают возможность перевести часть мероприятий в онлайн формат. Чтобы исключить распространение инфекции, организаторы намерены применить меры по аналогии с теми, что ввели на Петербургском международном экономическом форуме. Все участники будут допущены только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Пункты приема анализов откроют в аэропорту, экспоцентре и на других дополнительных площадках. Даже наличие высокого уровня антител сегодня не является гарантией того, что человек не болен в данный момент и не может быть источником инфицирования. Поэтому только наличие отрицательного теста ПЦР – это гарантия того, что на площадке, где вы будете в течение ближайшего времени, вы не станете источником заболевания окружающих вас лиц. Оргкомитет форума намерен провести в экспоцентре около 70 мероприятий. Одно из них – венчурная ярмарка. На нее уже заявились 40 компаний от Новосибирской области. Над заявками сейчас работают 11 экспертов. Они рассмотрят каждый проект и оценят его инвест-привлекательность. По итогам работы 25 компаний смогут представить свои проекты на технопроме. Организаторы надеются, что нынешняя ярмарка будет не хуже предыдущих. За последние два аналогичных мероприятия компании-участники смогли привлечь почти четверть миллиарда рублей инвестиций. Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла накануне в Барабинском районе. На федеральной трассе столкнулись две «Газели» и грузовик. Виновник ДТП скончался до приезда медиков. Тему продолжит Оксана Тимошенко. Дорожные рабочие убирают с обочин следы вчерашней аварии. Движению транспорта на участке дороги Челябинск-Новосибирск-Иртыш уже ничего не мешает. А это кадры оперативной съемки. Груды искореженного металла, разбросанные осколки и поврежденные машины. Все случилось в половине седьмого вечера. Водитель «Газели Некс», 36-летний, житель Омска, ехал со стороны Новосибирска. В какой-то момент начал обгонять впереди идущий многотонник. Незавершенный маневр сняла камера видеорегистратора автомобиля, ехавшего в попутном направлении. Удар был такой силы, что «Газель» не просто перевернулась, но и загорелась. Водитель, по словам очевидцев, вылетел из салона. Вероятнее всего, он не был пристегнут ремнем безопасности. 42-летний пилот многотонного «Вольва», с которым столкнулся погибший «Газелист», получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался. После столкновения с фурой, неуправляемый автомобиль протаранил встречную «Газель». К счастью, водители пассажира авто не пострадали. Оба были пристегнуты. Фура желтая «Вольва» ехала переди меня. Сначала стрека притормозила, потом резко ударила в тормоз. И после услышанного грохота в меня вошла «Газель Некст» в фургон. Этот участок дороги аварийно опасным не является. Погибший, скорее всего, не учел расстояние до встречного автомобиля. Не успел завершить маневр и вовремя уйти на свою полосу. Причиной данного дорожно-транспортного происшествия послужило, конечно же, несоблюдение скоростного режима. Потому что разговаривали с водителями транспортных средств, которые уже остановились после происшествия. Все, ну, конечно же, возмущались поведением. Таким хамским, я бы сказал, поведением водителя «Газель Некст», который обгонял транспортные средства, пытался вклиниться между ними. Известно, что погибший водитель дважды был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А на момент аварии не имел права управлять авто. В областном центре прошла международная конференция про движение Сибирь. В форуме в режиме видеосвязи приняли участие 600 человек из разных регионов России и других стран. В студии в Новосибирске были руководители железной дороги, транспортно-логистических компаний и грузоотправители. Подробнее в сюжете моих коллег. Ключевой вопрос конференции – поиск баланса интересов в логистике сибирских регионов. С начала года российские железные дороги фиксируют рост погрузки по всей стране. Сибирь во многом формирует этот тренд. Каждая четвертая тонна в РЖД грузится на западно-сибирской железной дороге. Отсюда грузы идут в Китай, Финляндию, Монголию, Азербайджан, Турцию и другие страны. При этом внедряемые технологии направлены не только на совершенствование логистики. Важный пункт повестки – экологичность перевозок. Нам очень приятно, что регионы сейчас очень активно реагируют на зеленую повестку. Приятно, что есть отдельные программы, такие как «Зеленый Кузбасс», например. И понимаем, что это будет одно из направлений, одно из реалий, с которыми нам нужно будет дальше жить. Другой важный вопрос, который подняли на конференции – рост перевозок и расширение номенклатуры перевозимых грузов. За последние годы существенно начала расти доля контейнерных перевозок, транспортировки зерна. Сибирские аграрии благодаря возможности железной дороги поставляют свою продукцию в разные страны мира. Сегодня уже говорилось о том, что доля погрузки зерна растет. Эта доля как раз от всего вывоза зерна в тех регионах, которые обслуживает дорога. И она действительно достигла уровня уже 30%, хотя буквально некоторое время назад она не достигала и 20%. Сегодня на железной дороге активно идет цифровизация всех процессов. Большинство договорных отношений с грузоотправителями ведется в электронном виде. Уже более полутора тысяч клиентов дороги подключены к электронному документообороту. Западно-Сибирская железная дорога разрабатывает инновационные решения для контейнерных перевозок, работает над увеличением пропускной способности магистрали, развивает потенциал транзитных перевозок и мультимодального сообщения. Постоянный диалог железнодорожников и грузоотправителей позволяет находить взаимовыгодные решения, которые оказывают самое позитивное влияние на экономику. Андрей Баев, Дмитрий Антипов, Андрей Руднев, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Здесь сказалось и удорожание потребляемых материально-технических ресурсов, и увеличение их потребления, увеличение объемов внесения минеральных удобрений. То есть посевная примерно на треть дороже прошлогодней. Мы купили кобылу с жеребенком, и потом кобыла еще жеребилась. Не знаю, у меня брат коней держит, я что-то на него глядя, тоже решил коней взять. Новосибирск довольно свежий новый город. И он так совпало, сельфмавалось в истории, что он почти ровесник возникновения русского авангарда и русского супрематизма. Шубы российских фабрик по специальным летним ценам. Скидки, обмен, рассрочка, подарки. Выставка «Столица меха». Сумна Димитрова 5. Только 2 и 3 июля. К заготовке кормов приступили в 20 районах области. Сейчас аграрий занимается подъемом паров, также завершает обработку полей гербицидами. Сельхозсезон в этом году начали позже. Обычного, всему виной погода, в отдельных районах осадков выпало до трех норм. Однако эксперты считают, если не будет засухи, то можно рассчитывать на хороший урожай всех сельхозкультур. Тем более, что в этом году дополнительно закупили элитные семена и минеральные удобрения. Согласно плану на этот год, в регионе заготовят больше 370 тысяч тонн сена, миллион тонн сенажа, а также почти 650 тысяч тонн силоса. Для своевременного проведения всего комплекса сезонных полевых работ аграриям была направлена господдержка. В настоящее время это более 1 миллиарда 700 миллионов. В том числе на техническое переоснащение уже доведено 883 миллиона рублей. Хочу сказать, что посевная текущего года также обошлась нашим сельхозтоваропроизводителям в очень серьезную сумму. Это 10 миллиардов рублей. Конечно, здесь сказалось и удорожание потребляемых материально-технических ресурсов, и увеличение их потребления, увеличение объемов внесения минеральных удобрений. То есть посевная примерно на треть дороже прошлогодней. 800 миллионов рублей выделили в этом году на поддержку населения через социальные контракты. Теперь полученные по ним средства можно направить и на приобретение сельскохозяйственной техники. Но, как правило, люди тратят эти деньги на покупку крупного рогатого скота. Тему продолжит Екатерина Новгородцева. Ольга Апостолова держит 40 куриц, несколько свиней и стадо коров. В этом году докупила еще одну буренку, теленка и двух поросят. О системе социальных контрактов узнала в администрации района. За две недели собрала документы, а вскоре получила 100 тысяч на развитие хозяйства. Многодетная семья с соседней улицы тоже решилась на участие в программе. В том, что получат поддержку, не сомневались. Раньше уже получали субсидии на строительство дома. Когда узнали о социальном контракте, сразу подали заявку. Мы купили кобылу с жеребенком. И потом кобыла еще жеребилась. Знаю, у меня брат коней держит, я что-то на него глядя, тоже решил коней взять. Они тем более спокойные, эти кони. У меня вообще ребятишки ходят с ними, гладят на косички, разблетают на гриве. И спокойные, тяжело занять сами по себе, хорошие кони, спокойные. Потратить деньги, выделенные по социальному контракту, можно на поиск работы и трудоустройства, обучение и переквалификацию, на развитие личного подсобного хозяйства, а также на покупку товаров первой необходимости, одежду и обувь. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи и граждане. Здесь работают три структуры, которые человеку помогают. Служба занятости, которая помогает с трудоустройством. Наш центр соцподдержки, который выделяет деньги и ведет финансовую составляющую. И комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства семьи, который эту семью сопровождает. И если возникают какие-то проблемы в ходе реализации социального контракта, помогают эти проблемы решать. 90% получателей социального контракта – семьи с несовершеннолетними детьми. Материальная поддержка позволяет этой категории граждан значительно улучшить условия жизни. В Центре социальной поддержки проконсультируют по интересующим вопросам и помогут в оформлении. Записаться на прием можно через портал Госуслуг. Екатерина Новгородцева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Новосибирские хирурги спасли пациентку с опухолью матки. Новообразование крупное, размером больше 5 сантиметров. Но уникальность случая не только в этом. Репродуктивные органы женщины оказались парными. Екатерина Стывко подробнее. Ольга Петровна обсуждает с врачами результаты анализов. Кровь в норме, идет на поправку. Пациентка-онкодиспансера просит не показывать ее лицо. Тема деликатная. О том, что женское здоровье не в порядке, узнала случайно. Гинеколог посмотрел, все хорошо. Все анализы хорошие, все нормально. Домой приехала, мне начала мазать. Болей не было никаких. Только кровотечение открылось, я снова гинекологу и меня направили сюда. В онкодиспансере провели обследование. Выяснили, на матке пациентки большая опухоль, размером практически сигаретную пачку. И обнаружили редкую аномалию репродуктивных органов. Две шейки матки, вот купол влагалища, две матки, трубы по одной стороне и яичника, и другой стороны труба и яичник. Репродуктивные органы пациентки удвоены. Такой случай один на миллион, говорят специалисты. Несмотря на то, что Ольга Петровна родила двоих детей, о своей аномалии она узнала только сейчас, в 74 года. Врачи приняли решение удалить не только орган с опухолью, но и яичники, и вторую матку. Она в небольших размерах была, мы туда не могли попадать, чтобы получить информацию. А вдруг еще и там опухольный процесс. Полосную операцию сделать нельзя. Это опасно для жизни пациентки. Может потерять много крови. Доктора выбрали малоинвазивный метод. Подобных операций в нашем регионе еще не делали. Удалить опухоль и репродуктивные органы врачи решили лапароскопическим методом. То есть через проколы. Сделали всего 4 надреза, каждый в сантиметр длиной. Доктора работают в специальных 3D-очках, так как в инструменте лапароскопе 3D-камера. Объемное изображение помогает врачам детально рассмотреть органы. А чтобы знать их точное расположение, перед операцией пациентки провели УЗИ и МРТ. Бригада хирургов работала почти два часа. Женщина встала на ноги буквально на следующий день. Опухоль все же оказалась злокачественной. Теперь Ольге Петровне предстоят курсы лучевой терапии. Екатерина Стывко, Антон Мамаев. Новости ОТС. Выполнен в стиле сибирского авангарда. Логотип, разработанный новосибирским дизайнером, занял первое место на всероссийском творческом конкурсе. Сегодня в мегаполисе наградили победителя. Какая организация взяла себе оригинальный символ, расскажут мои коллеги. Юрию Нечаю дарят сертификат на 100 тысяч рублей за победу в творческом конкурсе. Его проект фирменного стиля Туристко-информационного центра Новосибирска, по мнению жюри, превзошел работы конкурентов. Отрыв от второго места – 15 баллов. Участвовали представители Санкт-Петербурга, Казани, Абакана. Оригинальные идеи присылали даже из Казахстана. Новосибирск – это довольно свежий, новый город. И он так совпало, срельфмовалось в истории, что он почти ровесник возникновения русского авангарда и русского супрематизма. Я поэтому очень рад, что как-то удалось переместить в поле актуальных вот эту графику. И она, мне кажется, будет жить хорошо и долго еще. Логотип Юрия Нечая увидят тысячи туристов, в том числе иностранных, что приедут в город Нааби. Сотрудники культурного центра Сибирь-Хоккайдо должны разработать мобильное приложение «Путеводитель по достопримечательностям», придумать интересные маршруты, открыть страницы в социальных сетях, причем не только на русском языке. Мы порой не замечаем у себя в стране и находясь в своем городе, какими реальными чудесами, в том числе и в области туризма, мы обладаем. Но как только к нам приезжают гости, особенно из рубежа, например, из стран, из Японии, из Кореи, из Азии, мы сразу понимаем, насколько ценен наш туристический продукт, наши туристические маршруты, которые есть уже реально в городе Новосибирске. По словам Ирины Пурик, японцы, например, любят не только известные во всем мире оперный театр и зоопарк. Жители страны восходящего солнца с удовольствием ходят на центральный рынок, чтобы купить сибирские деликатесы. Наши земляки будут развивать и познавательный туризм. Сейчас работают с тремя научными институтами Академгородка – археологии и этнографии, ядерной физики, цитологии и генетики. Планируют водить туда детские экскурсии. Одна из них – теория Большого взрыва – посвящена истории возникновения планеты. В программе – посещение ускорителя элементарных частиц и музея эволюции Земли. Анатолий Харитонов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Волейбольный локомотив готов к новому сезону. Состав полностью укомплектован. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба. Изменения в межсезонье в основном коснулись двух позиций – блокирующего и доигровщика. Спустя три года команду покинул Марко Ивович. Сербский доигровщик был одним из лидеров железнодорожников и внес существенный вклад в завоевание локомотивом чемпионства и бронзовых медалей. Ушел из команды и блокирующий Дмитрий Щербинин, который также играл весомую роль в коллективе. Свою карьеру игрок продолжит в казанском «Зените». Им на смену пришли канадец Джон Гордон Перин. Он будет выступать под вторым номером. И Денис Черейский, который взял себе номер 10. Кроме того, не сумели закрепиться в составе новосибирского клуба, связующего Александр Воропаев и либера Денис Голубев. Также локомотив покинул воспитание клуба доигровщик Илья Казаченков. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 2 июля. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет малооблачно. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Влажность 49%. Температура ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25. В последующие 2 суток будет малооблачно. Температура воздуха в субботу плюс 26-28, в воскресенье плюс 27-29. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok